Доброго времени суток, уважаемые телезрители. У меня в гостях Алексей Арестович. Добрый день. И мы начинаем обычную, теперь уже вошедшую в стандартную колею программу «21 век. Международная панорама» с обзором событий, которые привлекли наше внимание и которые мы хотим обсудить вместе с вами. Ну, мир после того, как вошел в Новый год, уже практически живет, так скажем, абсолютно нормативно. Очень много новостей, очень много событий. И я думаю, что некоторые из них даже конкурируют друг с другом или замыкают кольцо. Вот одно из этих событий стало очень фактовым. В начале года первый визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай. То есть первый как самого президента Макрона, так и вообще очень давно французские президенты не посещали Китай, не рассматривали эту страну как важный стратегический объект для, так скажем, своих объятий. И вот вдруг Макрон достаточно серьезно и, так сказать, многозначительно заявляет о том, что Франция и Китай могут наладить длительное и дружеское взаимодействие. В чем здесь особенность всего этого, Алексей? Ну, это продолжение Деголевской линии на самостоятельную игру вне НАТО, вне Соединенных Штатов, вне англо-саксонского влияния, скажем так. И все это, вот эти мыши все резвятся, потому что американский код сделал шаг назад. Европейские мыши. Да, да. Что мне нравится в Трампе, вернее, в Макроне, то, что он без декларации это делает. Он сначала едет, потом декларирует, а не так, как все остальные политики сначала декларируют, а потом едут или не едут. Он тихо, без шума приехал и заключил многомиллиардные контракты для Робуса, для всего остального. И вот теперь начинается выстраиваться система. Первый визит Путина. Первый зарубежный лидер, который приехал во Францию, был Путин. Китай. Он показывает Соединенным Штатам, что он будет проводить и всему миру самостоятельную политику. Франция будет производить самостоятельную политику. И нам Трамп и эти важные указы. Американцы заняты внутренним институциональным кризисом своим. Мир таки, да, становится многополярным снова. Американцы уже не суперсила, они просто первые среди многих теперь становятся. И эти многие пришли в движение и начинают заключать двусторонние контракты и выстраивать связи, которые уже не контролируются американцами и не являются прерогативой их больше. Но здравствуй, новый динамичный мир. По вашему мнению, Алексей, все-таки Китай больше усиливается от того, что Франция так активно с ним заигрывает? Или это происходит усиление Макрона, который заявляет о том, что он, по сути, со второй экономикой мира заключает такие особые отношения? Ну, пока нет фактов, которые свидетельствовали бы об особых отношениях. Пока это выглядит как цепь контрактов. Но просто их объем, эти контракты, он уже показывает на особые отношения. Я думаю, пока усиливается лично Макрон. Просчитать вот здесь сейчас, что это даст Китай конкретно и что это даст конкретно Франция, там ничего экстраординарного. Оружейных сделок нет, по крайней мере, они не заявлены. Все то же предприятие, которое производит аэробусы в Китае, оно просто там дополнительный заказ получает, грубо говоря, что еще. Ну, я вот посмотрел, там особо ничего экстраординарного, но сам факт визита президента показывает, что длинный ход и поддержка такая косвенная проекта «Шелкового пути», сверхважного для Китая. То есть, мастерская Китай работала на Америку и был в мастерской Америки. Да, теперь он хочет уже в новом качестве предстать перед Европой и в российским пространством. Ну, и на Францию он работал, в Франции тоже огромный дефицит. Макрон же сказал, что мы закупаем в Китае на 50 миллиардов продаж, а продаем на 15. Это неприемлемо, надо выравнивать этот дисбаланс. Ну, то есть, это пока вопрос двусторонних отношений, но весьма симптоматичен с точки зрения трендов, которые в мире обнаружились. Что французы почему раньше в Китай не ездили? Что там царили Соединенные Штаты, некуда было всунуться. И китайцы не очень припечали французов, потому что что? Надо было не огорчать Соединенные Штаты и никак не портить отношения с Белорусом. А теперь, видимо, можно огорчать. Появилось пространство. А что случилось? Почему вдруг Америка стала так наименее важной и значительной? Ну, Трамп же начал последовательно ломать все то, что было выстроено. Мы с вами об этом говорили. Одно дело выступать посредником как супердержава между арабами и евреями, между Китаем и Россией и так далее. Хотя туда никогда не пускали американцы. Но другое дело начать последовательно занимать определенную сторону. Все, ты больше не арбитр. Ты не сидишь возле поля и не считаешь правила под зонтиком. А ты игрок. Ну, раз игрок, против тебя начинают играть активно. Ты сделал шаг назад, тут же в свою оборону вклинились другие игроки. И все, сменили правила. Американцы же сами сменили правила, по которым с ним можно обращаться и с их интересами. То есть за них это никто не делал. Они сами сказали, сначала начал это Обама. Мы не контролируем, мы не суемся. Сирийский кейс Обамы показал всем, что Америка не держит слова. То есть ваша позиция такая, что изоляционизм Америки, который они все более и более проявляют. Америка не хочет быть жандармом всего мира. Америка не хочет влиять на то, что пятое, десятое. То есть все это в итоге приводит к тому, что создается некий вакуум и возникают новые центры сил. Да, земля же маленькая очень, и как-то все занято давно уже. Но как только шаг назад кто-то сделал, сразу вклинивается. Та же стратегия России. Это ошибка для американцев? Для невосточной. Или это стратегия выживания? Смотря с какого бока смотреть на это все. И с какого края стола, и с каких дальних позиций. Возможно, то, что мы сейчас считаем ошибкой, многие потирают руки и радуются. Через 40 лет или через 30 обернется новым витком развития Америки, которая ушла в себя, сосредоточилась и выдала что-то совершенно необыкновенное. Она дважды так делала уже. Вечная игра между, как в России, запятник и словнофилу, американцев изоляционисты и активные мировые жандармы. И этот цикл в значительной степени повторяется. Два цикла таких было. Сейчас они опять идут в изоляцию. Потом бац, мы увидим совершенно новую Америку, которая там поставит всех на место на новом этапе. Может быть, а может быть и нет. То есть это процессы такого объема и продолжительности, что их трудно сейчас. Не показалось ли вам, Алексей, во всех пышных словесах, которые звучали во время визита Макрона в Китай, что он выступал как лидер Объединенной Европы? Он говорил не от имени Франции, он говорил от имени всего Евросоюза. Он постоянно подчеркивал, что расстояние от Пекина до Европы такое же, как и от Европы до Пекина. И что на самом деле этот шелковый путь, он не так важен Китаю, как важен всей Европе. И он будет тем вертелом, на который Европа будет нанизана, так же, как на нее будет нанизан Китай. Что это значит? Он позиционирует себя как глава Европы. 2018 год – это год реформ Евросоюза. В 19-м выборы в Европарламент. И они сейчас, европейская верхушка, лидеры, которые хотят реформировать Европу, они перед очень большим вызовом состоят. Если они не реформируют Европу, в Европе будет правый реванш, скорее всего, в 19-м году. Мы еще об этом поговорим. И они так конкретно просядут. У них есть сверхзадача. И они под эту сверхзадачу подключают все внутренние ресурсы, внешние ресурсы. В частности, выход из-под зонтика США. США предоставляют ему для этой возможности. Макрон – это человек, который не декларирует это все. Хотя он сказал, что я буду реформировать Евросоюз. Он не заявляет декларацией, а мудро, видимо, жена подсказывает. Просто делает шаги. Но он не говорит, что я выступаю здесь как лидер Объединенной Европы. Как сказал бы Путин или Трамп. А он говорит, что мы европейцы, приветствуем, а вы китайцы. И как бы де юре невозможно придраться. А де факто мы имеем, что он говорит, как один из лидеров Объединенной Европы. И так с позиционерами. В действиях появилась система. Есть уже два случая, по которым можно наследить систему. Ну что ж, пока Макрон занят налаживанием экономических отношений, видимо, политических с Китаем. У его соседки по Европе и партнеру по реформированию Европейского Союза совсем другие проблемы. Фрау Меркель пытается уже безуспешно, начиная с сентября, сформировать коалицию, чтобы остаться канцлером на очередной срок. Нет, через несколько секунд об этом. 5 января фрау Меркель начала новые коалиционные переговоры. На этот раз, после провалившихся переговоров с зелеными и либералами, она начала обсуждать возможности создания коалиционного правительства, или большой коалиции, так называемой, социал-демократической партии Германии, которую возглавляет бывшая глава Евросоюза Мартин Шульц. И вот она утверждает, так же, как, собственно, и определенные политические деятели внутри социал-демократической партии, что эти переговоры пройдут очень быстро, будут, скорее всего, успешными и так далее. Но что скрывается за этими бравурными реляциями, мы сейчас обсудим с Алексеем Ристовичем. Хотя абсолютно понятно, что раньше Пасхи, раньше апреля месяца, внутри вот этого самого германского политикума не вызрит новая коалиция, только исключительно из-за того, что там нужно пройти достаточно серьезные процедуры, которые занимают столь долгое время. Ну, самое важное здесь, кто будет склонять выю, так скажем, кто будет склонять голову, фрау Меркель перед Мартином Шульцем, или она уговорит Шульца все-таки принять ее позицию? Тут зависит, кто станет за Меркеля из глав Евросоюза, из руководства, из евробюрократии. Дело в том, что, повторим, что 19-й год ключевой, они евробюрократы, для которых Евросоюз является естественной вотчиной, очень боятся правого реванша на выборах в Европарламенте, сознают угрозы и так далее. И Германия – это ключевое звено в том, чтобы реформу ЕС провести. Франция говорит о Министерстве финансов объединенной Европы, уже по оборонной линии не продвигаются. Речь идет о том, чтобы Евросоюз стал Соединенными Штатами Европы, туда потихоньку их двигают, не быстро, но направление туда. А правое – это же ставка на национализм, на национальное государство, на аналогику вот такую. И они находятся в естественном противоречии, левые борются с правыми. Социал-демократы же что объявили? Что мы возвращаемся со стол переговоров, предвидя угрозу невозможности провести программу Евросоюза за столь короткие сроки. То есть они сделали шаг навстречу Меркель, очевидно, все ожидают, что Меркель… Ну, президент их очень долго уговаривал. Да, Меркель пойдет навстречу тоже. Штанмайер прямо очень много времени, он же совместно в одной партии с Мартином Шульцем, он имеет на него определенное влияние, он уступил ему свой пост, в конце концов. И поэтому он провел якобы огромное количество времени, уговаривая Шульца вернуться. Тут же вопрос, кто стоит за Меркель для того, чтобы… Скорее всего, Шульцу будет говорить, что судьба Евросоюза на кону, соберись, пойди навстречу. То есть я ожидаю взаимного склонения «вы» в каком-то смысле. Меркель склонится, но и Шульцу придется… Но в Германии считают так, что… Вы знаете, что штаб-квартира Социал-демократической партии Германии по форме похожа на утюг. И поэтому там ходит такая шутка, что СТПГ все-таки отутюжит ХДС. Ну, это парафраз такой, понятной абсолютно нам концепции, что значит «отутюжит». И они считают, что все-таки Мартину Шульцу удастся возглавить внешнеполитическое ведомство. Это абсолютно логично. И по всей вероятности, вся внешняя политика в этот раз уйдет от Меркель именно этому самому министру иностранных дел, потенциальному Мартину Шульцу. Совсем она же не уйдет. Все-таки это канцлером, она остается канцлером. Но то, что поступиться придется чем-то серьезным, однозначно, я думаю, да. И они как раз торгуются за министерские посты сейчас в ведомствах. Ну, и она будет уже не только Меркель определяться, скажем так. Но главный их вызов – это реформа Евросоюза, вот ускоренная такая, которую надо провести, по сути, меньше, чем за год уже остался, если считать Спасхи. И все усилия будут сосредоточены так и так. В главном у них есть согласие. Давайте подчеркнем, почему год остался, потому что новые выборы в Европавлане. И в главном, на самом деле, у них есть согласие. И ХДС, и СПГ хотят реформы Евросоюза. Поэтому, я думаю, что скорее они договорятся, нежели... То есть они принесут свои германские интересы, скажем так, в жертву определенную реформе Евросоюза как таковой. И тут есть внутри ХДС, вернее, не внутри, а ХДС – это блок из ХДС и ХСС. Это партии, которые представляют баварских консерваторов. Баварцы считают, что они не должны уходить так столь жестко, идти на поводу социал-демократов. Они, в свою очередь, угрожают. То есть, если есть куда сдвигаться, то на той крайней границе, куда можно сдвигаться для Меркель, стоит ХСС. Ну, это вот начинается покер политический. Кто кому ступит, кто как блефанет и так далее. Мы все с интересом за этим следим, но ставки слишком велики. На таких больших ставках все-таки, скорее всего, договорятся. Хотя жертвы, видимо, Меркель понесет и коалиции. Ну, вот при этом в Германии все более-менее в порядке. Да, германская экономика показывает такой... Сумасшедший профицит. Да, рост, да, есть профицит бюджета гигантский. И, в принципе, достаточно нормально происходят там социальные процессы, в том числе и адаптация отдельных групп населения и так далее. Главные проблемы у них возникают по здравоохранению, по налогам. То есть, как всегда, конфликт между левыми и правыми, между либерманами и консерваторами. Да, и по отношению к Евросоюзу. И вот в этом смысле, может ли быть какая-то идея, которая, ну так скажем, транслируется Германией, в отличие от всех остальных стран? Вот чего хочет Германия в Евросоюзе? Как она собирается его менять? Я думаю, что они хотят усиливать исполнительную власть и делать указания евробюрократии, так сказать, такими императивными по отношению ко всем странам Европы. Ну, например, вот если Франция хочет сосредоточения финансов, немецких у себя, министра финансов, то немцы, скорее всего, будут ставить на безопасность и на социалку под этим видом. И, очевидно, будут вводиться соответствующие министерские должности в рамках Евросоюза, по крайней мере, туда идет, связанная с безопасностью, связанная с, например, Министерством иностранных дел. И Шульцу, в принципе, можно торговать пост министра иностранных дел всего ЕС, а не только Германии. Ну, он у него уже был. Или как старт, да, такой определенный. То есть, они будут усиливать эти позиции и, как это, грозить очередной Каталонии, да, или каталонским кейсом, говорить, что надо, по большому счету, заниматься Евросоюзом. Германия, Германия, ну, подумайте о судьбе европейской цивилизации. Поэтому, однозначно, дело идет к усилению исполнительной власти. Может быть, реформа парламента европейского, там тоже такие варианты есть, как бы, да. И, скорее всего, Германия хочет получить в соответствии своего политического влияния, своему экономическому влиянию. Потому что Германия главный донор Евросоюза, такой донор-донором. Донор, куча Франции. Да, а ее реальное политическое влияние в Евросоюзе не соответствует ее экономическому влиянию. Существует закономерность или закон исторический, который предполагает, что структура собственности соответствует структуре власти. Кто девушку кормит, тот и танцует. Получается, что Германия кормит девушку, а танцевать не очень. Очевидно, есть замысел на взятие большей доли политической власти в самом Евросоюзе. И, скорее всего, исполнительной власти. Когда мы говорим о танцует, сейчас нужно обязательно извиняться. Мы не имеем в виду никакие сексистские намерения. Мы просто говорим о танцах. С девушкой танцует. Да, с девушкой танцует. Итак, тем не менее, все, что мы обсудили, это очень правильно. Но можно говорить таким образом, что Германия, видимо, как и Франция, требует Соединенных Штатов Европы. И насколько в этом заинтересованы Соединенные Штаты. Или они опять же уходят в политику изоляционизма и говорят, Европа, это ваши дела, сами там всем занимайтесь. Здесь же Брекзит является ключевой позицией. Евросоюз и Британия находятся в крайне жестких переговорах. И речь идет о том, что будем расставаться без соглашения. С обеих сторон уже грозятся, что никакого соглашения. Разводной лист никто не подписывает. Разводной лист никто не подписывает. Просто разойдемся и все. А Британия, что говорит Германия, что Британия, это не британская армия, все еще сильная, в отличие от немецкой армии, которая практически уже не существует. Что же мы будем делать, как же мы будем защищаться. А если так, и бьются горшки между континентальной Европой, условно англосаксами, Канада, США, Британия и так далее. Все британское содружество. Становится вопрос вот о чем, что снова возрождается континентальная Европа, которая давно уже под зонтиком была англосаксов, там североатлантического блока и конкретно НАТО. И мы имеем нового политического субъекта, который играет уже не как, в смысле мы такие добрые, хорошие, мы платим деньги, заботимся о беженцах, а оружием бряцает плохие США и играют на вот этих вот противоречиях. А сами должны будут заявлять что-то, в том числе и самому НАТО. И усиление Евросоюза, все же это отчетливо понимают, особенно его силовой составляющей, это кризис НАТО. Что будет делать англосаксы, в частности Соединенные Штаты? То есть это раздвоение полюса. Раздвоение полюса. Был европейский полюс, да, в который входила и Германия, и Франция, и Британия. А сейчас Британия, как вы правильно сказали, она отделяет англосаксов. И это совсем другое, это снова возрождение двух империй, по сути. А, однозначно. Евросоюз же был главным, вот и чего люди не понимают. Я всегда люблю задавать провокационный вопрос. Как вы думаете, самый крутой отдел в Германии, вернее, отдел в спецслужбах Германии, чем занимается? Где лучшие специалисты, лучшие оборудования, лучшие бюджеты? Борется с арабским терроризмом, с Россией? Нет. Он борется с Соединенными Штатами, грубо говоря. То же самое, самый лучший отдел американской развитки занимается Объединенной Европой, потому что это главный конкурент, главный. Двуполярный мир, США и Советский Союз, был в значительной степени, имел консенсус по поводу подавления Европы как самостательного европа. Американцы для этого, Советский Союз подавлял брутально, хотя СЭФ тоже был. А Соединенные Штаты сделали план Маршала, экономически связали на себя и так далее. Главная фишка плана Маршала, это же не бюджетирование Европы, а разрешение европейцам продавать свои товары в Соединенные Штаты. То же самое, что они сделали с Китаем. Потом такое геополитическое оружие. И сейчас Европа скинула оковы в силу естественного падения влияния России, в силу сейчас естественного линия, знаю, но падения влияния Соединенных Штатов, особой позиции Британии. И такой колос европейский, этот город, который утонул, из европейских легенд, начинает подниматься из моря. Мы получаем мощнейшего нового игрока. По сути, это сегодня гида нашей передачи об этом. Это значит, становится вопрос всерьез, что для Евросоюза, для Соединенных Штатов, что конкурент. Начинается традиционная схватка за Евросоюз, например, за газовый рынок Европы, где немцы хотят северный поток, а датчане не хотят северный поток, американцы меньше всего хотят северный поток и так далее. Ну, все, новые разломы, значит, новые проблемы, будет что обсуждать в следующей передаче. То есть, Священная Римская империя, исходя из ваших слов, Немецкого народа, или Третий Рейх, или Второй, Первый, Четвертый Рейх, таким образом, не военным способом, а политико-экономическим способом, снова возрождается. И мы видим у нас на карте появление нового такого... Полос. Все уже похоронили старушку Европы, она снова поднимается из Мирового океана и начинает представлять все большую проблему. Я думаю, что сейчас люди в американском госдепартаменте, наблюдая за Макроном в китайце, говорят такие слова, которые, я не знаю, в английском языке, общавшись с английскими военными, по поводу тех людей, которые позволили этому завершиться. Потому что, наверное, все брутальные выражения использования еще придумало 20 новых, потому что недопустимо для людей, которые мыслят Соединенные Штаты как суперсилу, глобально влияющую на Землю, недопустимые вещи сейчас происходят. То есть, на наших глазах, я же говорю, рождаются новые... Европа становится полноценной силой. Дальше будет ставлен вопрос о безопасности. ПСК уже пошло развиваться. Вопрос, почему Европа не хочет создавать армию. Потому что это не популярная идея в Европе. То есть, тратить деньги... Армина надо кормить? Да, надо же тратить деньги на социалку и на зеленую энергетику. Это да, а на вооруженные силы нет. Но тут же момент какой? Трамп вообще-то начал свою деятельность с того, что он сказал, что НАТО, хай европейцы защищают сами себя. Мы не будем тратить на это. Их пусть деньги платят. Мало кто знает, что из 28 стран НАТО 20 регулярно не выплачивают туда. Свои бюджеты. Ну, в общем, следующий вопрос, это вопрос о безопасности. Вооруженных силах Евросоюза. И если он будет так или иначе решен, а решен может быть так. Либо сама Европа, во что я не верю. Либо американцы снимут зонтик безопасности в значительной степени. По крайней мере, появится такой тренд. И вот тогда мы получим еще и военную составляющую этого колоса. И это будет совершенно другой мир. Но это дело нескорое. Комбинация из демократического изоляциониста Барака Обамы и республиканского изоляциониста Трампа в итоге привела к таким странным последствиям, которые сейчас происходят в Европе. Мы не знаем еще, в плюс это или в минус Америке, Европе и так далее. Но мы видим, что происходит существенное перераспределение сил. Однако и в самой Европе все не так гладко. И сейчас самое время обсудить поведение Виктора Орбана, президента Венгрии, который на самом деле транслирует немножко другой тренд внутри Европы, чем тот, который пытается пропагандировать Меркель и Макрон. Итак, Европа уже достаточно долгое время, начиная с 2014-2015 года, страдает от того, что туда прибывает огромное количество мигрантов. По сути, ряд стран Южной Европы оказался абсолютно не готов к такому приему беженцев, количество беженцев. Говорят, что в Греции и Италии скопилось уже до 200 тысяч мигрантов. Ну и, соответственно, Европейский Союз вынужден был принять некие меры для того, чтобы сообща решать эту проблему. И было принято такое странное решение, согласно которому каждая страна должна была принимать беженцев, исходя из своей численности. Но тут взбунтовались ряд стран, в которые и сами мигранты ехать не хотят, потому что они мигранты в большей степени экономические. И эти страны никогда не знали, как работать с подобными категориями населения. Речь идет о Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии. То есть в странах Южной Европы. Но к ним сейчас присоединилась и Австрия. И по сути получилось, что если мы говорим о такой священной римской империи, то внутри нее есть австрийская империя, которая категорически отказывается от приема мигрантов. И те же мосты с Востока, которые были тогда. И вот такой парадоксальный исторический параллель, который мы в сегодняшней программе проводим с Алексеем, они по сути доминируют сегодня в политике. Есть и другая Европа. Девиз этого раздела. В Европе она большая, это континент, историческая эпоха. Мы видим, что старые исторические смыслы никуда не деваются. И болят те же раны, которые болели 500-1000 лет назад. Венгрии когда-то вторглись в Европу как ужасающие кочевники с Урала. И там останавливал Оттон первый, и остановил в Венгерской долине. Теперь мы имеем Польшу. Еще же Польша, которая риторика дошла, да мы вас выгоним из Евросоюза, да мы не очень-то и хотели. Параки говорят. Мы свой союз, не более того, они говорят, нам не нужен Евросоюз, мы свой создаем союз. В межеморье. Да, в континенте Европы есть субконтинент, который даже там наложение плит идет. Это отдельно Балканы, отдельно Восточная Европа и отдельно Австрия как центр. Тут еще же австрийский кейс не закрыт. Существует такая в исторической социальной науке, существует австрийская легенда, так называемая, о том, что Франц Осип решил противопоставить засилью англосаксов и германскому росту свой цивилизационный проект. Ошметки ему не получилось, там Австро-Венгерская империя распалась в результате Первого века, но австрийская школа экономики, австрийская школа шахмат, австрийская школа физики, австрийская школа психоанализа и так далее. Искусство, да. Да, искусство. Это вот отдельные ошметки этого великого проекта, в первую очередь образовательного, который он задумал в свое время. И он никуда не делся. И Австрия не член НАТО. Австрия, что, у нас крупнейшая пенсия в Юрии в Союзе в Австрии. То есть это люди, которые что-то понимают, умеют управлять экономику. Опять же, те же немцы, только католики. И сейчас вот тройственная война. Хантингтон считал, что почему война на Балканах была самая жестокая? Потому что сошлось три цивилизационные плиты. Западная, православная и мусульманская. Ровно эту ситуацию мы имеем сейчас в районе Австрии и чуть-чуть восточнее, скажем так. В Болгарии три области заявляют о желании отделиться, автономии и так далее. Да, Метохия. То есть поднимается такой, в континенте Европы поднимаются два субконтинента на востоке и в центре. И клубок противоречий нарастает очень стремительно. Люди, подобные Меркель и Макрону, это очень хорошо сознают. Именно поэтому они спешат с реформированием Евросоюза, чтобы императивно уже указывать, что можно делать всяким там Морбанам, полякам, тем же австрийцам, болгарам и так далее. Ну вот как это совпало по времени, удивительно. С одной стороны, Меркель и Макрон пытаются реформировать Евросоюз, создать сильные Соединенные Штаты Европы, Священную Римскую Империю, Четвертый Рейх и так далее. Все тот же Гештальт. Да, с другой стороны, пытаются закрыть Гештальт Второй мировой войны, по сути, политико-экономическими методами. С другой стороны, страны Восточной Европы, очевидно, бунтуют. То есть все вот эти вот самые пароксизмы Польши сегодня, которое сменило правительство с крайне правого на еще более крайне правое. Заявление Орбана, которого, по сути, обвиняют уже чуть ли не в фашизации, хартизации Венгрии. Румыния, которая там тоже постоянно заявляет о каких-то своих особых позициях в Европе. И так далее. Все это показывает, что не так просто их будет объединить. Это очень сложно. Ну, Каталонию, можно на Западном смотреть. Есть Каталония, есть все эти фламандцы и прочее. Да, есть Каталония, фламандцы, Северная Лига. Отдельная позиция Скандинавии. Там партия звезды в Италии и так далее. Много нюансов. В Италии, опять же, в выборе сейчас будет неизвестно, что произойдет. 20 мая, да. Да, и это лишний раз показывает, насколько со сложным явлением мы имеем дело. И эти субконтиненты или субархипелаги, внутренних смыслов европейских, которые заявляют о своей особых позиции, еще будут всплывать и всплывать. Никуда не делась Европа городов, о которой так много говорили. Никуда не делась региональная Европа и прочее. Поэтому Европа пробудилась. Ганзейская Европа. Сколько было разговоров о том, что Европа навеки заснула. Единственная функция Европы – это музей. Я всегда со скепсисом к этому относился, с иронией. И вот теперь с удовольствием смогут показать. Основной поставщик новостей Европы сегодня. Вообще да, основной поставщик мировых новостей – это Европа. И получается, что, как это, старушка нам еще себя покажет, ого-го, сколько там. Что бы там ни происходило с Европой, это вечный двигатель человечества. Это главный, который в конце концов, что такое Америка. И Южная Америка – это проекция той же Европы. И так далее. Поэтому историческая. И Восточная Европа, мы тоже несколько раз подчеркивали, пробудилась. Это значит, что схватки нас ожидают самой Европы. Фактически мы имеем схватку. Она ведется социально-экономическими методами, политическими методами. Но, я думаю, до военных недалеко. Особенно просто живем сильно в стабильном мире еще. Но внутренние противоречия, накапливающиеся в стабильном мире, грозят разразиться внезапными кризисами быстрее, чем в мире, который хаотичен, и можно что-либо ожидать. Как Иран. Кто ожидал Ирана? Все уходили к Оливье. Никто не ожидал вороны взрыва. Он же абсолютно непредсказуем. Мы еще об этом поговорим, но не забегайте вперед. То же самое. То есть, у нас в Европе накапливаются, как глыбе льда, внутренние противоречия, учитывая заинтересованность Америки и России в этих противоречиях, и игре на этих противоречиях. Там завязываются крутые узлы. То есть, прибытие новостей из Европы, я так понимаю, в 2018-2019 годах, в 2020 мы будем ожидать, как из пулеметной ленты, как на конвейере. И конфликты там самые серьезные, а самое главное, что они глубоко идеологические. То есть, это не экономические, не вопрос пенсии, даже не вопрос распределения беженцев. Это вопрос концепта в Европе. А самые жестокие войны, это войны по поводу картинки будущего. То есть, сейчас определяется судьба Евросоюза. Там есть несколько, 4-5 версии Евросоюза борются. Есть конкретные институализированные силы, которые защищают. Значит, предстоит схватка на что? На футуроцит. То есть, одна часть будет упивать все другие проекты будущего, чтобы этот проект реализовался. Но при этом, многие утверждают, что волноваться не стоит, потому что, на самом деле, это борьба фракций внутри одного, так скажем, такого огромного парламента европейского. То есть, у них есть рамо-арабочное согласие. Да. То есть, вот Орбан все-таки намного ближе к Макрон и Меркель, чем, например, Путин к Терезе Мэй. Ну, как это? Кликушествовать мы не станем. Если там пушки не заговорят в Европе, то и слава богу. Более того, Европа после французской революции и всех этих потрясений выработала такие механизмы, которые позволяют согласовывать даже самые тяжелые кризисы. Но не будем забывать и про Ягославский конфликт, который обошелся в сотни тысяч жертв. Брутальнейшие преступления были совершены. Геноциды где? В центре Европы в 90-е годы, конец 20-го века. Так что есть две ссыла и харибды. Парализация в силу невозможности договориться или военный конфликт. Где-то посредине пойдет эта Европа, дай бог, чтобы она не стала военным конфликтом. Но то, что схватка будет жесточайшая, даже если она будет вестись политико-экономическими методами, так она уже жесточайшая. Если раскололась сама Германия, не Германия с Венгрией конфликтует, и не Франция с Польшей, а сама Германия колется очень сильно между собой, то и не могут договориться о создании правительства. И даже внутри земли, в Баварии совсем одни настроения, например, в Саксонии и Нижней совсем другие настроения. И это схватка не на жизнь, а на смерть. Ну что ж, очень важно в начале 2018 года обсудить еще один тренд. И сейчас мы это сделаем обязательно. Многие считали, что именно 2017 год станет годом такого явного поправления Европы. Пугали тем, что потенциально может во Франции победить Мари Лепен. Потому что все, кто вокруг нее, просто карлики. Если бы не появился Макрон, кто знает, что бы было. Серьезные испытания прошли Нидерланды. Каталонский кризис мы беспрестанно обсуждали. В течение всего 2017 года. И сейчас он обостряется еще сильнее. Так вот, главный тренд, который сейчас обсуждается. Европейский союз или союз европейских наций. Вот это, наверное, становится главным трендом 2018 года. И через несколько секунд мы об этом поговорим. Ну и так, поправение Европы. То, чем пугают весь мир. Потому что в результате она может случиться. Как конец проекта Объединенной Европы. Потому что каждый из стран пытается продемонстрировать максимальную этничность. Или этническую влюбленность, как сейчас начали говорить. Это происходит и во Франции, и в отдельных провинциях Италии. И в Каталонии, одной из испанских провинций. И в Польше, и в Нидерландах, и в Бельгии. И дальше можно продолжать вплоть до Метохии, Македонии. И тогда Черногории. Отдельных областей Болгарии. Да, отдельных областей Болгарии. Одной из греческих островов и так далее. То есть, вдруг все пришло в движение. То, что мы сейчас обсуждали, буквально в предыдущих вопросах. Тем не менее, главной угрозой всего это является угроза крайнего национализма. И которая уже проявляется. Потому что в Австрии пришло крайне правое правительство к власти. Где абсолютно нелегитимная с точки зрения мирового или европейского социума партия свободы. Вдруг получила одно из самых главных мест в правительстве. То же самое происходит в Нидерландах. И самое главное, что 2018 год станет годом многочисленных выборов. Это и проблема Каталонии, опять же. Это же каскад выборов. Италия, Бельгия и так далее. Как вы считаете, угроза правого реванша, о котором так много говорят сейчас в Европе. И которым пугают буквально и политикумы. И вот, например, Стефан Штенмайер пугал этим Мартина Шульца явно. Склоняя его к переговорам по коалиции с Меркель. Чем это может Европе грозить в первую очередь? Ну, рухнет один проект Европы, который продвигает евробюрократия. Высокая. Потому что они же леваки все. Марксисты более того в массе своей. Главный, вот мало кто знает, наверное, но, может и знают, тогда подчеркнем, что главный идеологический центр Европы – это франкфуртская школа нео-марксизма. Они такие хорошие марксисты. У меня есть книжка автора Конституции Европейского Союза, Юргена Хабермаса, там не живущий психолог, психолог, философ и политолог. Он написал Конституцию Евросоюза. Большой человек влияет. Он представитель яркой этой школы. И продвигает исторический материализм. Только в новом его понимании. Не ленинский, а такой нео-марксистский. Это люди, продолжающие традицию Великой Французской революции. И в момент, когда левые победили, правые почувствовали себя вечно уязвленные, вечно пораженные. Последний великий правый проект, немецкий национал-социализм, известного, что Европе обошелся. И всему миру. Это притушение. И дискредитировал саму идею. Эта идея была притушена. А с тех пор левый тренд и левое насилие, о котором говорят правые, то есть преформирование по Марковзе детей еще с детских садов, когда они выходят заготовками для конкретного общества, не имеют свободы выбора, потому что им не предоставляют ее. И очень мягко и толерантно он заводит совершенно определенный. Он вызывает движение маятников. И правые говорят, что левое насилие, левое засилье заняло такое место в политике Европы, что его надо выравнивать. Нужна щука, чтобы карась не дремал. Самое характерное для правых, что мне дает оптимизм, они не говорят о том, что Европу надо расколоть, что Евросоюз не имеет права места быть. Они говорят о том, каким должен быть Евросоюз. Они говорят, что правые должны быть представлены, что это одна из фракций, имеем право на голос и так далее. И очень многие люди, а регионализм в Европе крайне силен. Европа это всегда двухэтажная структура. Всю свою историю начинают от абсаллинизма. Что есть национальные структуры или даже полисы и всегда наднациональная самоидентификация. Всегда. Что такое Европа в ранние средневековые? Это христианская нация. Популис христиане. Они не делили себя. Слово нация это в университетах землячество. Дили себя по городам. Да, землячество. Жители Кёльна, жители Геновера и так далее. То есть это Европа полисов и всегда наднациональная самоидентификация. И вот это голос Европы полисов. Они сказали, что левые отклонили маятник в пользу надевропейской идеей. Грубо говоря, второй этаж слишком сильно давит на первый. Мы имеем право не только национальную колбасу или сорта пива уникальные выращивать, а имеем право голоса. Вы очень правильно подметили. Идет это все равно от идентичности. Однозначно. Они говорят, наша идентичность, она настолько важна, мы должны ее сохранять. Как я хотел сказать, это европейский тренд. Европа это традиция отцаубийства. Что такое греческая мифология? Разъевс убивает хроноса. И это означает, что Европа часто утверждает себя через отрицание. Это европейский такой тренд. То есть мы что-то должны отрицать, чтобы утвердить себя. И какой-нибудь каталунец говорит, я не испанец. Не столько потому, что он не любит Испанию, а потому, что он силу и новую энергию движения находит в новой старой самоидентификации, в отрицании других. И видим, левое насилие, о котором говорится, оно настолько плотно навязывает, создает атмосферу, которая глушит самоидентификацию малой родины. И проблема эмансипации, где взять новую энергию на новое свершение, а это всегда через отрицание, всегда через бунт. Это же тоже очень европейский тренд. Что такое новый мир, который строят такие люди, как Абермас? Они говорят, что самоидентификация должна быть построена на всех этажах. То есть вы должны любить малую родину, вы должны любить регион, вы должны любить нацию, и должны любить большой Европу. А потом еще все человечество, принимая беженцев все больше и больше. Правые говорят им то же самое. Да, это все так, но ваши верхние два этажа с беженцами общечеловеческие и со всей Европой и задавили наши два нижних этажа. Мы требуем голоса, мы требуем права. И у них очень много энергии, которая хватает. И показывают на улицу, где сирийские, ливанские и прочие беженцы. А наш голос где? Почему я не могу? Почему наших женщин, грубо говоря, третируют арабы в Кельне? То есть ставятся древние вопросы, которые невозможно обойти. А у левых нет ответа на это. Если бы левые что-то подумали и предложили какой-то вариант для этого, они говорят, ну у нас в Евросоюзе запланировано 300 миллионов на поддержку национальных промыслов по деревням Италии и Испании, чтобы они уникальный хамон в этой деревне выпускали. Правые говорят, подождите. А кто съест этот хамон? Беженцы, которых вы сюда притащили? Которые не едят свинину. Которые не едят свинину и так далее. И это действительно проблема того, что верхние этажи самоидентификации задавили нижние. Нижние бунтуют. Такой нормальный подростковый бунт. Эмансипация от родителей, которые слишком хорошо знают, как воспитывать детей. Мама, я устал или хочу спать? Нет, ты голодный, возвращайся домой. Вот то же самое. И это выравнивает. Идеальная для нас с вами ситуация была, в Украине тоже можно повторить этот опыт, когда есть большой действительно парламент, и каждая фракция не дает, что дремать соседней фракции. И выработана политическая культура, институализированная, которая позволяет вырабатывать единый тренд в борьбе. Чем сложнее общество устроено, тем быстрее оно развивается. Если этими противоречиями грамотно работать. Но Европа сильно левая. Но при этом правые давят на очень болевые точки. Они говорят, смотрите, что задает энергию всем этим протестам? Мигранты, в первую очередь. Они говорят, смотрите, на улицах сирийцы и льванцы. Работают у вас албанцы и поляки. И все это вместе в итоге создает некий такой котел, который лишит вас идентичности. Это ассимиляция. Вот та самая жупела ассимиляции, в которой всегда малые нации пугали сами себя и пытались законсервировать. А левая говорят, так хорошо. Отлично, да, ассимилируемся. Европейский народ. В конце концов, не об этом же речь, а речь о том, чтобы мы куда-то там что-то и так далее. У меня было ощущение от Европы, когда я по ней поездил в 15-м году осенью, говорил с депутатами Европарламента и так далее, что эти товарищи из франкфуртской школы, да, и вот все, кто к ним близки, построили огромный такой шикарный локомотив, который со скоростью 500 км в час несется в будущее и выбрасывает всех тех, кто не хочет к нему... Вагоны потеряли. Вагоны потеряли, да. И эти люди спрашивают, подождите, а как же мы? А мы что, уже не европейцы? Они говорят, если вы будете так себя вести, то мы скорее возьмем сирийцев и ливанцев с собой в это будущее. Да, нежели... Вот датчане, на что мне жаловались, что пакистанских школьников, приехавших в первом поколении, интегрировать в новую Европу, в ее, в этот смысл, посадить в этот поезд, гораздо легче, чем старых датских рыбаков, которые говорят на странном датском и совершенно не хотят идентифицироваться с этими мультикультуралистскими вещами. Они не отвечают на вопрос, как это, на английском языке, как пройти к почте, огрызаются. То есть такие вуйки в нашем понимании. И, понимаете, я говорил с человеком из Министерства образования датского, он серьезно, управление возглавляет. Он говорил, понимаете, и я вот начинаю думать, с кем мне идти в это новое европейское будущее. Это мне пакистанские дети, говорят, ближе, потому что они с моими детьми поют одинаковые песни, они воспитаны в мультикультурализме и дружбе, а дети этих рыбаков не хотят интегрироваться никуда, потому что их старые заскорузлые папы и дедушки воспитывают в совершенно определенном тренде. И говорят, да не пошли бы эти рыбаки, сказал он простыми словами. И вот этот конфликт, когда, это же еще, если бы это был парламент, подробная белая комната, где люди спорят о вечном, это же еще конкретные исторические раны, которые конкретно болят. И это все будет... Есть еще те, кто это пытается инспирировать со всех сторон. То есть есть враги, Европа не живет в безвоздушном пространстве. Возникает такая квантовая пена, как сейчас новый тренд в физике. Это когда много жестово-черных дыр, то возникает, то исчезает на микроуровне. Так вот Европа, несмотря на то, что это такой большой небоскреб, поднимающийся снизу, град, и там сияющие перспективы наверху, и шикарные этажи, да, такие верхние, где умные люди умные, а внизу в подвалах зреет вот эта вот крысы, которые полезут на верхние этажи и будут их грызть, кусать. Да, 18-й год, похоже, будет достаточно переломным для Европы. Все об этом свидетельствует. И события во Франции, и трудности Меркель, и новые европейские лидеры, Орбан, Качинский, Фицо, Курц, совсем молодой политик, который стал неожиданно канцлером Австрии. Но мы поговорим сейчас немножко о другом, перенесемся из Европы в другие места, не только в Европе творились интересные события, но и, конечно, мы не можем обойти стороной то, что происходит в Иране, где то ли происходит революция, то ли она уже утихла, но так или иначе поводом для нашего сегодняшнего обсуждения с Алексеем Арестовичем стал неожиданный арест бывшего президента, экс-президента Ирана, всем известного, то есть это очень такой популярный был политический деятель, Ахмадин Ижат. Вот через несколько секунд об этом. Итак, Ахмадин Ижат был арестован якобы за разжигание волнений против правительства, арестован после того, как начал совершать ваяж по Ирану, по городам Ирана, и вот в городе Ширас, второй город, в котором он оказался, для того, чтобы выступить перед возмущенными толпами, возмущенными правительством Айтол, он и был арестован. Но многие говорят, что либо пытаются таким образом канализировать протест, указать на лидера этих волнений, потому что, в принципе, Ахмадин Ижат, несмотря на все свое плохое к нему отношение в мире, он очень удобен для Итол, он умеет общаться с народными властями, и они указывают на него как на виновника протестов, то есть, по сути, навязывают протестам некого политического лидера. Либо говорят по-другому, что на самом деле это он инспирировал эти протесты, так как крайне недоволен тем, как проходили последние президентские выборы. Я не думаю, что он в состоянии инспирировать протест, потому что он имеет все признаки абсолютно стихийного бунта, неуправляемого, по крайней мере, для начала. Главной проблемой специалисты, аналитики называют, что нету программы и нет лидера. И, скорее всего, он попытался сыграть руля Эдкова Саакашвили, Ирана, который канализирует это все на себя. Взгромоздится на лошадь. И скажет, у меня есть программа, я лидер, давайте. Тем более, я уже был президентом. Точно такая же история, как Саакашвили. Ему есть что предъявить. Я был президентом, и было неплохо. А вот эти. На что аятоллы, как вы правильно говорите, тоже придумали хороший ход. Но раз так, так давайте этот танк развивать. Мы арестовали. И все что-либо сознательно будет притягиваться к истории с Ахмани Джадом. И когда вопрос будет такой, давайте возьмем штаб-квартиру БАОС в каком-то городе и спалим ее. Или пойдем требовать, чтобы освободили нашего Ахмани Джада, то люди будут говорить, что давайте Ахмани Джад, это же явно лидер. Раз против него борются, значит, что-то в этом месте и так далее. И канализация, это уже контролируемый процесс. То есть ему вот этому стихийному бунту создали точку притяжения. И теперь это гораздо легче контролировать. Более того, он уже арестован, задержан. Да, он как бы уже задержан, уже мученик, уже жертвенная фигура. И, по крайней мере, часть особо конструктивно настроенных этих бунтовщиков, потому что есть же совсем неконструктивные, нужно гробить. Они уже канализированы, их протест канализирован вокруг фигуры Ахмани Джада. А это значит, что можно управлять. То есть это такой вот, оба попытались, и сам Ахмани Джад, и Айтолы попытались, как это, использовали ситуацию. Предсказание, конечно, вещь неблаготворная, неблагодарная. Но, тем не менее, как вы считаете, как будут развиваться события в Иране? Есть там все-таки задел на какие-то революционные изменения? Ну, у нас же была зеленая революция 2009 года. Это все, мне сейчас очень похоже на революцию 1905 года в России. Стихийные бунты, неорганизованные, вызванные просто резкой просадкой экономической ситуации и тысячами гробов, которые идут из Сирии. И, видимо, революция не за горами в Иране, но мне не кажется, что эти протесты перетекут. Возможно, даже в этом году случится настоящая революция, но обычно на такой такт уходит полтора-два года на осознание, на переформатирование, на создание программы, на появление... То есть претензии основные к правительству, кроме финансового обнищания, экономического обнищания, это, во-первых, доминантная роль, которую Иран пытается играть, не имея на это финансовых возможностей, ресурсов. И, второе, это власть Айтол, которая, по всей вероятности, уже добила... Они же делают первый год, обеспечивают. То есть получается, что там явно народ не хочет жить так, как есть. И в Иране полно людей, которые прекрасно помнят, что такое был шахский Иран. Прозападный, модерный и так далее. И 5 миллионов иранцев живут в эмиграции, которые тоже не забывают про свою родину, имеют определенное влияние на Западе, и так или иначе воздействуют на Иран. Но революция всегда с чего начинается? Должен возникнуть раскол в самой элите Ирана. То есть часть элиты должна стать заинтересована в бунте. И, видимо, сейчас этот процесс решается. Ну, теократия иранская, вот эти престарелые итолы, которые им управляют, они все-таки очень спаянная прослойка. Да, но там есть и модерная такая очень связь. Модернистская, да. Поэтому побеждают постоянно президенты, которые как бы идут немножко впереди Айтолу. В разрез, да. И вот именно сейчас вопрос не улицы консолидации, а вот этих элит. Согласны ли они будут бороться с Айтолами сценарием такой народной революции? Ну что ж, в любом случае революция в Иране, если она потенциально случится, это очень интересное событие на Ближнем Востоке. Оно резко изменит весь политический расклад. Больше всего, говорят, в нем заинтересована Саудовская Аравия, которая давно пытается избавиться от своего геополитического противника. Но на сегодняшний день, как Алексей уже сказал, протесты еще не выросли, скорее всего, в фазу революции. Зато вот в другой стране, на другом конце света, в Венесуэле, фаза революции уже пройдена. И там сейчас начался полный, полная анархия, видимо, или это даже гражданской войной назвать сложно, потому что, ну реально, там никто против никого, там все воюют против всех. Вот через несколько минут об этом. Итак, после массового разграбления магазина в венесуэльском городе Кайкара, армия и полиция взяли под контроль, чтобы выдумали супермаркеты. То есть они уже не охраняют государственные учреждения, на них уже все просто плюнули, а охраняют супермаркеты. И почему? Потому что большинство супермаркетов этой страны оказалось разграблено. С одной стороны, это произошло потому, что гигантская гиперинфляция, 2600% за прошедший год. А с другой стороны, обнищение масс достигло такой степени, что они не в состоянии даже купить продукты питания для обеспечения обычной жизнедеятельности. Кроме этого, по всей вероятности, Венесуэла входит в дефолт, хотя и отказывается это признать. С третьей стороны, она неожиданно заявила о том, что они выпускают криптовалюту, в которой пытаются перевести все платежи. И это все при том, что в течение всего 2017 года мы постоянно говорили о том, что там вот-вот случится революция, и президент Мадуро, который уже больше всего похож на президента Мугабе, он должен вот-вот сбежать. А он взял и победил на выбор. Лишний раз показывает, что... Вот чему нас научила Сирия? В 2011 году, когда начались бунты, мы думали, что к середине 2012-го с Асадом будет покончено. Ну, абсолютно слабая армия, всенародный бунт, часть армии перешла на сторону восставших и так далее, и так далее. 2018 год, седьмой год в стране идет бойня, а все тот же президенту власти. Ну и разрушенная Сирия. Полностью разрушенная Сирия, но все тот же президенту власти. Поделена на четыре зоны оккупации, и все, кому не лень, шастают по Сирии, но все тоже произойдет. То есть это и Венесуэла, и венесуэльский кейс учат нас тому же, что 9 месяцев были бои, да, уличные в Венесуэле, полиция переходила на сторону народа, снова возвращалась и так далее, и так далее. Ничего, страна существует в тех же формах, может объявлять суверенный дефолт, выпускать валюту и так далее. Сейчас вот в стадии зомби-апокалипсиса находится Венесуэла, опять раз. То есть новая вспышка, потому что, как и политический процесс отдельно, национальный суверенитет отдельно, там, да. И президент прячется в подвале. Президент прячется в подвале, а народ грабит, потому что есть нечего, грабит супермаркеты. Но тем не менее, армия и полиция выходят на их защиту, какая-то управляемость сохраняется. Россияне строят завод патронный, там, да, и так далее. Часть компаний, там, играет заводами нефтеперерабатывающими в Соединенных Штатах. Ну, в общем... Ну, вот такое злокачественное развитие обычно заканчивается ликвидацией страны, то есть исчезновением. Вот Сирия, по сути, исчезла. Хоть Башарас, это и президент Сирии, но от Сирии остались такие, знаете, только названия. Ну, как это, кто будет делить Венесуэлу? Вопрос номер один. Или она сумеет собраться, как это, с силами и что-то... Найдутся кому делить. Богатая страна, в отличие от Сирии. Да, так вот, как это... Проблема в том, что, вот вы правильно сказали, нет выраженной оппозиции, которая дает лозунги и ведет к чему-то. В Сирии есть четкая оппозиция, одна, вторая, третья и так далее. А здесь есть зомби-апокалипсис, когда люди за еду сражаются. Но в Венесуэле тоже есть оппозиция, она просто, вы знаете, такая разрозненная. Губернатор одной провинции, мэр другого города и так далее. Скорее всего, она де-факто расколется на регионы такие, свои, внутренние, которые начнут самостоятельную политическую груз с ближайшими соседями, с международными институтами. То есть, куда-то туда. Ну, вот это кейс, о котором трудно говорить, но очень интересно за ним наблюдать, куда это все пойдет. Потому что Сирия и Венесуэл – это новый опыт, который мы еще не знали, надо посмотреть. Окей, ну и любая программа новостей не обходится без прогноза погоды. Политический анализ иногда обходится без прогноза погоды. Тем не менее, не в эту первую неделю 2018 года, которая показала, насколько удивительны бывают причуды погоды. Ну, я полагаю, вы сами знаете, что Соединенные Штаты замерзают, Китай завален снегом, а в Европе цветут подснежники. Вот так удивительно природа показывает, как входит мир в 2018 год. Ну, бессмысленно, наверное, сравнивать это, связывать с политическими какими-то аспектами. Но, тем не менее, как вы считаете, в чем основная причина подобных природных катаклизмов и глобального изменения погоды в мире? Ну, я не сторонник Парижского, Киотского протокола. Очевидно, действуют факторы, которые мы просчитать не можем. При всей развитости науки до сих пор наука не может ответить, почему существует магнитное поле Земли. Потому что, с точки зрения современной физики, его не должно существовать или не должно существовать в том виде, который есть. Есть еще тайны в этом мире Горацио, которые не снились нашим мудрецам. Конечно, на этом можно играть. И вот тут есть смычка с политикой о том, что глобальное потепление, давайте с ним бороться. Это же вопрос поднимал Макрон в Китае. Но я думаю, что действует фактор X, неизвестный нам до сих пор, объясняющий, почему в Украине плюс 6 в январе на крещенские морозы. А в Соединенных Штатах, там, где минус 12, там, где были пальмы всегда. Очевидно. Не знаем. Но с интересом наблюдаем. А пока остается подсчитывать, где расцвели подснежники, где яблони. Потому что в Одесской области, например, в Украине расцвели яблони неожиданно. Но все это не очень хорошо, потому что погода все равно возьмет свое. Будем надеяться, что те морозы, которые придут на смену этому теплу, или те ливни, которые придут на смену снегам в Соединенных Штатах, обойдут нас стороной. Всего вам хорошего, доброго настроения в первые недели этого года. Алексей, спасибо за участие в нашей программе. Напомню, у нас в гостях был Алексей Арестович. Вам, уважаемые зрители, спасибо за внимание. До встречи в эфире. Это была программа «21-й век», телеканал «Айленд», студия «АВИФ» из Киева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова